Всем привет! Это проект Люди равно Балакова, который посвящен предстоящему юбилею нашего города. И сегодня в День Победы мы рассказываем истории тех, кто сражался на фронтах Великой Отечественной войны, а тех, кто боролся за будущее, за мир для своих потомков. Войны, ушедшие на фронт, в День Победы встают в один полк бессмертный. Их фото несут потомки, которые чтят память своих павших предков. Я несу портрет прапрадедушки. Но с каждым годом все меньше остается живых свидетелей той войны, и все больше их в бессмертном полку. История этого полка насчитывает уже 10 лет. В 2012-м томские журналисты предложили жителям города выйти до Парад Победы вместе с портретами своих родственников, которые участвовали в Великой Отечественной войне. Уже на следующий год акцию провели во многих городах страны. Сейчас шествие проходит уже более чем в 80 странах мира, но у каждого участника акции одна цель – отдать дань уважения своим близким, которые шли в бой, не думая о себе, сражаясь за детей и внуков. Бессмертный полк – это возможность почистить память моего прадедушки. В 1941 году в июне он был призван Энгельским РВК. Сражался в составе 12-й гвардейской стрелковой дивизии. Был убит и считался как без вести пропавший. На данный момент он похоронен в Орловской области в братской могиле. В братских могилах по всей территории, где проходили бои, покоятся миллионы воинов. Но не всем удается узнать, где похоронен их близкий человек. А кто узнает, хранит эту память. Славьев Иван Васильевич, 1902 года рождения, красноармеец, погиб на Курской дуге в 1943 году. И день его смерти, день моего рождения у нас совпадает. Нашли все-таки его могилу, братскую могилу на Курской дуге. Нашли мы это село и периодически посещаем. За каждым портретом бессмертного полка своя история. Юрий Сидоров, например, своего отца не знает, но всегда помнит о нем. Тот ушел на фронт, когда сын еще не появился на свет. Когда ушел на войну, я родился. А приезжал в командировку. Родилась сестра у меня, с 42-го года. И отец, когда кончил училище, ушел на войну. Направлен на войну. И с тех пор не знали, где он погиб. Мать, моя мама, все ждала его. И вот, как последнее, говорила, что должен вернуться отец. На фронт уходили и женщины. Их истории тоже полны отваги. Она прошла всю войну. Была санинструктором в медсанчасти. За всю войну она не получила ни одного ранения. Даже был случай, когда она выскочила из бендажа, и в него попала бомба. И полностью разнесла его. Бабушка осталась жива и не ранена. Танкисты, пехотинцы, летчики, военные медики. В бессмертном полку они в одном строю. Может, на войне их пути и не пересеклись бы. Но здесь они идут плечом к плечу. Мой прадед принимал участие в боях Великой Отечественной войны. Не в действующей армии. Он служил в химвойсках. Когда он отправлялся на фронт, их эшелон разбомбил. Он получил ранение. И в действующую армию его не отправили. Он был в химвойсках. То есть он принимал участие в зачистке после уже боев. Большинство тех, кто воевал и вернулся домой живыми, не любили рассказывать о страшных событиях. Они оберегали своих потомков от ужаса войны. Поэтому не все знают, какие тяготы пришлось преодолеть отцу или деду на фронте. Своих родных они помнят обычными людьми. Трактористами, учителями, работниками совхозов, а не воинами. Ведь люди, видевшие гибель товарищей, ценили каждую минуту мирной жизни. Какой характер после войны? Да нет, он не был с тобой. С нами он как-то хорошо относился. Работал 33 года на экскаваторе в карьере. Всегда что-то делал. Всегда что-то ковырялся. Не мог сидеть спокойно. У него любимое дело на рыбалку съездить и дома что-то покопаться. Это мой папа Добровин Иван Ефимович. Был в разведке с защитой Сталинграда до Шулду, Берлина. Почти войны вернулся в 77-м году. Работал в школе, все советы. Он у нас очень честный, порядочный, умный, уважаемый, мудрый и просто самый лучший папочек на свете. В годы войны на фронт ушли 14,5 тысяч балаковцев. Сейчас кажется, что эта цифра небольшая. Но накануне этого события население Балакова составляло 23 тысячи человек. То есть почти две трети жителей нашего города побывали на полях сражений. 6,5 тысяч из них не вернулись. Этот День Победы завершает серию сюжетов о героях Великой Отечественной войны. Но проект «Люди равно Балакова» на этом не заканчивается. После четырех лет сражений люди начали строить мирную жизнь. И о том, как балаковцы поднимали свой город, мы расскажем в новых выпусках нашего проекта.